Про Госдуму я вот вспомнил случай с моим родственником. У меня есть родственник, инвалид детства, он плохо ходит. И вот как-то раз он проходил мимо Госдумы в Москве, на охотном ряду, вот этой вот российской Госдумы. Это было на закате СССР, как он мне рассказывал. И милиционер, тогда была милиция, еще не полиция, остановил его и попросил перейти на другую сторону улицы, на противоположную. Подразумевая, что типа такие люди здесь ходить не должны, потому что это как бы такое официозное место, российская Госдума. Или как она там тогда называлась, я не знаю, Госдума она тогда называлась. Наверное, да. При Горбачеве, если посмотреть ролики на том же ютюбе, тоже там сидели вот эти все депутаты. Кто-то скажет, что типа это вот самоуправство со стороны вот этого мента, да, и он ошибется. Любой милиционер, как и полицейский сегодня, так и, значит, милиционер в советские времена, и когда там была милиция еще в постсоветские, да, там 90-е, он действует по указке сверху. То есть есть определенные распоряжения. А то можно подумать, типа, а при чем здесь депутаты, да, это же типа милиционер сказал. Ну, а милиционер действует по чему-то распоряжению сверху. Кто у нас высший аппарат власти, оттуда все, так сказать, указания идут. Вот такая вот, кстати говоря, история. Вот ему это вот на всю жизнь запомнилось. Вот этот неприятный осадок у него остался. Вот это отношение к инвалидам, власти, неприкрытое, да, потому что есть, так сказать, на публику такое показушное, да, а есть вот такие вот случаи, как относятся на самом деле, да. Что значит, вот Госдума, да, которая, значит, содержит много популистов и демагогов, да, которые на публику говорят одно, а сами там дают распоряжение полиции, там, совершенно противоположные. Вот такие пироги.